Всем привет! Вы на канале Захотеть похудеть и здесь я делюсь моим опытом похудения на 30 килограмм. Всем привет! Рада вас видеть на моем канале Захотеть похудеть. И сегодня мы с вами обсудим принципы снижения веса для женщин после 40 лет. Я уверена, что эта тема будет интересна многим из вас, потому что по статистике моего канала больше всего подписчиков в возрасте, это женщины в возрасте от 35 до 64 лет. Часто вы мне задаете вопросы, в чем проблема, почему когда я после вторых родов в 30 лет, в 32-35 лет сидела на такой-то или на такой-то диете и вес ушел буквально за месяц, за полтора. И сейчас, когда мне там 45-50 лет, я вернулась к тому проверенному методу, но диета не работает. Все очень просто. Когда мы более молоды, наш организм работает более быстро, обмен веществ намного быстрее. Соответственно, мы больше двигаемся и вес уходит намного быстрее. Принципы похудения женщин после 40 и больше, он абсолютно отличается от того процесса похудения, который мы использовали, когда мы были более молоды. Начать хочу с вещей, которые категорически делать нельзя, если вы решили похудеть после 40 лет. Первое – это никогда не выбирайте экспресс-диеты, которые обещают быстрое похудение. И да, действительно, диеты, они очень строгие, работают, вы теряете вес. Но какой здесь есть минус? Когда тебе 25-35 лет, ты там 5 дней строго на гречке или там на вареной куриной грудке, рис, яблочки, то ты похудела и твоя кожа может быстро восстановиться. Когда мы переступаем рубеж 40 лет, наша кожа не способна так быстро восстанавливаться. У нее нет запаса коллагена достаточного для того, чтобы раз-два и вернуться в свое прежнее состояние. И когда она была растянута, вы быстро похудели. Что вы получаете? Это масса морщин на лице, дряблая кожа на руках, на животе, на ягодицах, на бедрах. Ну, все наши проблемные места. Поэтому здесь очень актуальна поговорка, тише едешь, дальше будешь. Лучше спокойно, медленно, разумно питаться в течение 2-3 месяцев, но выйти из диеты помолодевшей и похорошевшей. Ну, скажите, кому интересно потерять несколько килограмм и получить несколько тысяч морщин и кожа, которая потом не подлежит восстановлению. Извините меня за такое сравнение. Но действительно, когда я общаюсь, когда я смотрю какие-то публикации каких-то других блогеров, которые худели быстро и на большое количество килограмм, то по истечении какого-то времени выходят следующие ролики, следующие статьи. И вот я там сделала подтяжку лица, я там убрала лишнюю кожу на животе. Я худела не быстро, поэтому у меня, слава богу, таких проблем нет. И я не хочу, чтобы кто-то из вас столкнулся в дальнейшем с аналогичными проблемами. Поэтому, девчонки, худеем медленно, но верно. Потому что быстрый результат не всегда хорошо. Следующее нет. Это ни в коем случае не выбирайте диету, которая практически на 100% исключает жиры. Растительные жиры и полезные животные жиры, которые в большом количестве содержатся. Это очень полезные омега-кислоты. Они содержатся в жирных сортах рыбы. Многие ошибаются и заблуждаются в том, что вот нельзя там есть скумбрию, нельзя есть треску, нельзя есть лосось, потому что это жирные сорта рыбы, жир это значит лишний вес. Но, как говорится, жир жиру рознь. Вы можете исключить маргарин, вы можете ограничить сливочное масло, вы можете перестать есть сало, свинину, баранину. Вот эти вот трансжиры, которые типа легкое масло, которое абсолютно не является полезным продуктом, но оставить в своем ежедневном рационе полезные растительные масла и полезные животные жиры. Следующее, что я считаю немаловажным, ни в коем случае женщина, которая решила снизить свой вес после 40 лет, не должна пропускать приемы пищи, не должна питаться один раз в день или два раза в день. Потому что, когда мы пропускаем один прием пищи, вот с утра, не хочу я завтракать, не хочу я там обедать, но на ужин мы съедаем много. Когда мы съедаем много на ужин, помимо того, что потом мы устали, мы ложимся спать, не нужно забывать о том, что скорость метаболизма и обмена веществ у женщин, у людей после 40 лет, она замедлена. И поэтому, несмотря на то, что вы в течение дня ничего не ели или там перекусили, как птичка, но вечером вы налопались, результат будет противоположный. То есть вы не потеряете лишние килограммы, а наоборот приобретете. Ну и сейчас несколько слов о том, что же нужно делать, чтобы правильно потерять вес, без ущерба для своего внешнего вида, для здоровья и, конечно же, чтобы удержать полученный результат. Какие продукты нужно исключить? У меня уже есть об этом два видео, какие продукты исключаем, какие продукты включаем. Сейчас я буквально только вам об этом напомню. Естественно, женщинам после 40 лет рекомендуется, если уже не полностью исключить, то существенно ограничить употребление белого сахара, мучных изделий из белой муки, жирного мяса, переработанных вот этих вот продуктов, таких как колбасы, сосиски, копчености. Ограничить желательно соль, жирные соусы, такие как майонез, сладкие, такие как кетчуп. Ну, об этом, я думаю, вы уже знаете. В рационе должны присутствовать в большом количестве овощи. Неважно, это они будут сырые, свежие в виде салатов, или в виде рагу, или в виде икры той же самой кабачковой, тыквенной. Желательно употреблять нежирные сорта мяса, как я уже сказала, растительные полезные жиры, животные полезные жиры, рыбу, как и жирных сортов, как нежирных сортов. Естественно, должен присутствовать творог, кисломолочные продукты. Если вы употребляете молоко, и это никак не сказывается на весе, то можете, конечно же, употреблять молоко, потому что в организме нужен белок. Благодаря белку, когда его достаточно, и он взаимодействует с жирами, у нас волосы в хорошем состоянии, у нас ногти в хорошем состоянии, у нас кожа в хорошем состоянии. Поэтому такие продукты исключать категорически нельзя. Наоборот, их нужно включать в еще большем количестве. Фрукты нужно употреблять, желательно, опять же, употреблять в первой половине дня, и не ранее, если вы едите фрукты, как на десерт, то не ранее, через час после основного приема пищи. Фрукты можно есть перед едой, и фрукты можно есть после еды, через час по времени. Ни в коем случае нельзя отказываться от сна, потому что, когда мы не высыпаемся, наш организм устает, у нас начинается какая-то вот такая хандра, и чтобы сбросить вот эту хандру, мы что начинаем? Мы начинаем есть. Поэтому высыпаться нужно не менее 8 часов в день. И еще один нюанс. Когда мы спим достаточно, в ночной период у нас вырабатывается гормон роста, который тоже помогает худеть. Опять же, часто задается вопрос относительно занятий спортом. Сколько нужно заниматься? Какой период времени? В какое время дня? Желательно женщинам после 40 лет все-таки спортивные занятия переносить на утреннее время, поскольку идет два взаимодействия. Гормон роста продолжает вырабатываться. Мы немножко спускаем по времени завтрака на более поздний период. И плюс к тому мы тратим нашу энергию, тратим наши калории во время спортивных занятий. После спортивных занятий, опять же, в течение 3-4 часов, наши мышцы остаются в тонусе. И это, опять же, помогает сжигать килокалории. Что касается пеших прогулок. Если у вас какие-то проблемы со здоровьем, или нет возможности ходить в спортзал, или заниматься дома, то желательно, абсолютно даже, вот все, вы в спорте не участвуете. Но для того, чтобы и потерять лишний вес, и закрепить потом полученный результат, нужно ходить как минимум 1 час в день. И если же вы имеете возможность заниматься спортом, то это нужно делать как минимум 3 раза в неделю, не менее 45 минут за 1 сеанс. И следующее, о чем я тоже хочу сказать, это нельзя ни в коем случае отказываться от приема витаминов и минералов. И когда вы будете в аптеке покупать витамины, обязательно обратите внимание на маркировку, чтобы было обозначено, что это витамины для определенной возрастной группы. Потому что в каждый период нашего возраста мы нуждаемся в различной дозировке тех или иных витаминов, тех или иных минералов. В заключении хочу сказать пару слов про последний прием пищи, то есть про ужин. Он должен быть не позднее 3-4 часов перед тем, как вы пойдете спать. Первое, почему так? В вечернее время у нас концентрация и количество выделяемой соляной кислоты снижается. И для того, чтобы пища правильно и полностью переработалась, естественно, нужно время. Если мы поедим и сразу пойдем спать, то наш организм успокоится, заснет и будет отдыхать, и пищеварительная система тоже будет отдыхать. Конечно же, в любом случае что-то там переработается, но это будет некачественно, это будет неполноценно. И поэтому с утра у вас могут быть какие-то неприятные ощущения. Второе, к вечеру замедляется обмен веществ. Плюс мы не забываем, нам уже немного за 40. И метаболизм обмен веществ сокращается на 30%. И третье, когда мы наедаемся на ночь, поздно, буквально там поел, через полчаса лег спать. И ты ложишься спать, помните, может быть, вам тоже, у меня бабушка в детстве говорила всегда, что пойди полежи, чтобы жирок завязался. Так вот, если мы наелись и пошли лежать целую ночь 8 часов, то жирок не только завяжется, он еще останется с нами надолго. Как видите, девочки, ничего сложного нет. Все очень просто. Несколько вот таких вот правил, которые стоит соблюдать, и вы с легкостью избавитесь от лишнего веса. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok